Мы представляем вам сладости Сандэш, которые три года назад презентовала Инга Карабаш и пригласила меня к себе представить эти сладости для распространения моим друзьям, моим знакомым, моим единомышленникам. Знаю, что я человек общительный. Сладости Сандэш изготовлены на основе ведического рецепта. Вот мы используем книгу «Ведическая кулинария». Основа приготовления сладости – это прежде всего любовь и то волшебство любви, которое мы вкладываем в приготовление этих сладостей. Основа их – это натуральные продукты, это масло, грубого перемола мука, будь то мутовая, будь то пшеничная, будь то гречневая и дополнительные ингредиенты в виде орехов, фруктов, сухофруктов и специальных специй. Попробуй с без сайта Керчкомру. Мы покажем вам процесс приготовления волшебных сладостей Сандэш. В какой-то момент я делала сладости вот эти. Я их называю «нутики», потому что они из нутовой муки идут. Ну а так вообще они ладу. Основной рецепт идет как ладу. Но здесь он немножко видоизмененный, они более мягкие такие. Рецепт несложный, простой на самом деле. То есть из нутовой мука, сгущенка, рогачев, потому что в основном, как нам кажется, самая-самая такая. Сахарная пудра, орешки так сверху для украшения, фундук слегка обжаренный такой, ванилинчик немножко, ну и сливочное масло хорошее такое, да, уже оно не из предки никакой, не маргарин сюда идет. Вот. И в принципе все. Но самое интересное, да, что здесь может быть привлекатель. Ну и вот самый тоже момент, что не каждый и не всегда можно это прочувствовать. Иногда это проявляется что-то такое, а иногда нет. Но потому что, когда начинаешь готовить, то внутренне делаю я настройку, да, что вот, дорогой Господь, для тебя это делаю, направляй. И потом вот начинаешь делать, и уже такое ощущение, что ты уверяешь весь результат Господу, вот он вот все, как вот он ведет. Иногда бывает возникает, может быть, вы когда-то тоже ощущали какое-то ощущение такой волны, энергии такая, какая-то происходит такое. Ну можно сказать, что волшебство, да. И потом иногда ты это чувствуешь, что да, оно есть, проявляется. Потому что если бы это всегда проявлялось, это бы не было бы волшебство, да, то есть соответственно мы сделали, так сказали, все у нас получилось. А тут такой процесс, а как оно получится, как там моменты какие-то происходят. А рецепт простой, то есть вы можете запросто это сделать. Луку просеяли, плюс-минус 3 грамма допускается, больше, да, будем вытирать. Поэтому теперь я это соединяю с простой волос. Включаю огонь, насредлю. Если будет сильно большой, то лусь разгорит. Будем регулировать. А если сильно маленький, то оно будет слишком долго. И сейчас медитативный процесс на минут 20, наверное, будет. Будем видеть, как превращается мука такой светлой, в такую. Она будет превращаться в такую вот коричневатую и будет. Вот нутовая мука, ну как горох. А вот когда она варится, то она придает такой вот ореховый, карамельный. И вкус, и аромат тоже. Я сразу смешиваю, чтобы потом... Ну, там потом уже нету времени, как это все смешивать, перемешивать. Потому что надо быстро, когда я уже готова, нутовая мука уже в определенной кондиции. Да, не так долго. Я знаю, что у меня готова. Так же периодически, если вспоминаю, вот сейчас тоже вспомнила, думаю, вот так вот еще раз можно попросить. Господь для тебя тело, поправляй, пожалуйста. Сейчас очень момент такой, не упустить. Она уже становится такая, более пушистая, наоборот, ощущение. Чтобы сгущенка все это смешалась, немножко проскальзывает. Ну, что-то аромат такой другой. Все, и вот сюда форма. Объем здесь поменьше, не на всю форму. Можно быстро-быстро, потому что мы немножко немножко подрастаем. Смотрите. На этом процесс завершился. Наши усилия подошли к концу. Далее часа три застывать будет. Затем нарежем на конфетки. И все. Ну, что? Субтитры создавал DimaTorzok